В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. На платформе Калинина состоялся профилактический рейд, направленный на повышение уровня безопасности на железной дороге. Все равно и сейчас прыгает он. Напрямую, кому не хочется жить, наверное. В Видновской школе номер 5 исполнилось 40 лет. Мне хочется пожелать, чтобы ваши сердца были крепкими, сильными, здоровыми. В Ленинском городском округе завершился конкурс среди воспитателей частных дошкольных образовательных учреждений специалист 2021 года. Очень правильная инициатива, которую мы с удовольствием поддержали. На платформе Калинина состоялся профилактический рейд, направленный на повышение уровня безопасности на железной дороге. Сотрудники администрации вместе с представителями линейного отдела полиции напомнили пассажирам о правилах перехода через пути. 2 ноября на перегоне между платформой Калинина и станцией Расторгуева произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек. Невнимательный пассажир находился на путях и не заметил приближающегося поезда. От полученных травм гражданин скончался. С начала года у нас в Ленинском районе на железнодорожных путях погибло уже 7 человек. По сравнению с прошлым годом на один меньше. Со своей стороны администрация делает все возможное, чтобы свести к минимуму количество трагедий на железной дороге. И в очередной раз напоминает людям, что объекты, инфраструктуры – это место повышенной опасности. Переходить пути можно только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Это хорошо сделали, иначе прыгали, но все равно и сейчас прыгает он. Напрямую, кому не хочется жить, наверное. Также в целях недопущения несчастных случаев службы округа ограничивают несанкционированный доступ к железнодорожным путям с помощью специальных ограждений и установки заборов. В видновской школе номер 5 исполнилось 40 лет. Круглую дату дружный коллектив учебного заведения решила отметить ярко и весело. В честь юбилея в образовательном учреждении было организовано праздничное мероприятие, на котором побывала наша съемочная группа. Пятая школа, как признавались практически все ее учащиеся и педагоги, это настоящая семья. Атмосферу дружбы, любви и взаимопонимания заметили и многочисленные гости, приглашенные на торжественное мероприятие по случаю 40-летнего юбилея школы. День рождения школы – это семейный праздник, праздник семьи многодетной, праздник семьи, который объединило огромное количество и родителей, и ребят. Школа – это живой организм. И как ритм жизни человеческого организма задает сердце, так и у школы есть сердце. И сердцем школы являетесь вы, педагоги. Мне хочется пожелать, чтобы ваши сердца были крепкими, сильными, здоровыми. Учитывая серьезность и масштаб мероприятия, план подготовки к празднику тщательно продумывали и много репетировали. Было задействовано очень много людей, все старались, учили тексты, разучивали движение танцев. Было очень трепетно и тяжело готовиться, но мы подготовились и подготовили достаточно хороший и красивый праздник. Со сцены были сказаны слова благодарности всем тем, кто стоял у самых истоков с начала открытия пятой школы в 1981 году. И всем тем, кто посвятил работе в образовательном учреждении часть своей жизни. Среди них учитель начальных классов Светлана Бертник. 15 лет отработала в пятой школе, сейчас на заслуженном отдыхе. У меня родственники, многие учителя по профессии, поэтому я считаю, что это по наследству мне передалось, любовь к детям. Детей надо любить. Если их будешь любить, то все получится. Получится и давать знания, и воспитывать детей. В Витновской школе номер 5 обучаются полторы тысячи ребят. Помимо основных уроков, у учащихся есть большой выбор творческих и спортивных кружков и клубов, действующих в учебном заведении. Я бы хотела пожелать терпения, хороших учеников, у которых есть амбиции, чтобы все эти амбиции воплотились в жизнь. Ну и удачи учителям, чтобы им продолжала нравиться их работа. Преподаватели стараются найти подход каждому ученику, поддерживать и мотивировать на достижение высоких результатов. Преимущество – это, наверное, всегда весело, никогда не будет скучно, дети дают заряд энергии. Да, в принципе, только преимущество есть в моей профессии. Всегда будешь в форме сама. Ну и, естественно, общение с детьми – это всегда жизнь, как говорится. Ну и спорт – это жизнь. После официальных торжественных поздравлений, вручения почетных грамот и благодарственных писем, мероприятие продолжилось праздничным концертом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе завершился конкурс среди воспитателей частных дошкольных образовательных учреждений «Специалист 2021 года». Мероприятие было инициировано Торгово-промышленной палатой муниципалитета. На торжественном награждении победителей побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. В начале этого года на базе Торгово-промышленной палаты Ленинского округа был создан комитет по поддержке и развитию частных детских учреждений. Тогда же у членов комиссии возникла идея провести конкурс на лучшего воспитателя. Реализовать задумку удалось только осенью и при участии администрации муниципалитета. В конкурсе приняло участие 20 воспитателей частных детских садов округа. В финал вышли семеро. В жюри были представители Торгово-промышленной палаты и администрации муниципалитета. По итогу отбора победителями стали два специалиста. Их наградили в торжественной обстановке. «Мы награждаем наших финалистов, наших победителей, номинацию профессиональных дебюций». «Очень правильная инициатива, которую мы с удовольствием поддержали, поддержать наших преподавателей, которые занимаются нашими детьми, которые каждый день на работе. И вы знаете, нам это очень понравилось, потому что слушая, как они относятся к своей работе, как они любят ее, это, конечно, вдохновляет на большие подвиги». Екатерина Адаевская в профессии уже более семи лет. Работу с детьми считает своим призванием. Несмотря на небольшой стаж, уже проявила себя как специалист высокого класса. Доказала это победой в конкурсе. «Я люблю деток, и большая работа с ними, работать – это радость, очень большая радость находить общение с детками, также с их родителями. В саду деток воспитываем, мы даем им знания, подготавливаем их к школе». Как отметили победительницы, такая высокая оценка их труда – дополнительный стимул стремиться в профессии к большему. «Я очень рада, что получила эту награду. Я очень благодарна девчонкам, коллегам, что они позволили, скажем так, выразить себя. Благодарна коллективу своему, что они приложили немалые усилия, помогали подойти к этой награде». Участницы и победители конкурса специалист 2021 года поздравил почетный гость – депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. «В следующем году, я надеюсь, вас гораздо будет больше, потому что данное награждение будет у нас и по местному телевидению, и в социальных сетях. В общем, мы работаем на популяризацию работы нашего комитета и вас как преподавателей, воспитателей, дошкольников, образовательных учреждений. Я вас поздравляю с этим». В следующем году руководители комитета планируют выйти на областной уровень, чтобы у большего количества муниципалитетов региона была возможность представить своих лучших воспитателей. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видно этого». В Центральной библиотеке состоялся очередной этап фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». Участники литературного направления «Моя малая родина» представили свои лучшие творения. С дипломантами познакомилась наш корреспондент Галина Житкова. Библиотеку с полной уверенностью можно назвать сокровищницей духовной мудрости. Именно здесь хранится литературное творчество писателей и поэтов, как прошлого, так и настоящего. Любители словесности – частые гости уютного зала. Живое слово постоянно звучит, как музыка души. «Творчество начинается с самовыражения. Это самое главное. Мы не пишем, потому что папа попросил, потому что учительница тему какую-то на уроке в школе дала, а потому что я восхитился солнцем, меня удивил воробей, который чирикает на ветке. И это во мне родило настоящее подлинное творческое переживание. И мне захотелось это запечатлеть для других». Более ста работ представили на суд жюри участники фестиваля «Моя малая родина». Это как начинающие творцы, так и именитые поэты и писатели, что успели приобрести имя в подмосковной литературе. Каждый пишет свои стихи на особой волне вдохновения. «Они возникают тогда, когда человек увлечен какой-то темой. Вот, допустим, тема Великой Отечественной войны. Мне хотелось написать стихи об этом, но я не знала, как это сделать. Я не могла найти, с чего начать. Обозначить какую-то свою личную тему. И вдруг мне как будто, ну не знаю, с неба что ли, приходит тема девушки, которая воюет на фронте, которая погибает, и остается ее любимый человек. И она к ним обращается во сне». Ассоль Центекиду 12 лет. В своих стихотворениях девочка затрагивает разные темы. От личных переживаний до общих проблем. Говорит, что красивые строчки может обдумывать долго. И из пяти написанных отрывков написать одно полноценное произведение. «Я мечтаю стать психологом. Я знаю мою будущую карьеру. Но писать стихи – это очень хорошо, это развивает интеллект. И это, в первую очередь, саморазвитие». В фестивале приняли участие литераторы широкого возрастного диапазона. Все стали дипломантами. И получили награды конкурса «Моя малая родина». Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В поселке Совхоза имени Ленина состоялся праздничный концерт, подготовленный силами Муниципального центра культуры. Мероприятие планировали провести на День народного единства. Но тогда его пришлось отменить в связи с эпидемиологическими ограничениями. И все же руководство центра культуры решило празднику быть. Сейчас, когда здание ДК частично разрушено и законсервировано, работникам культуры приходится проявлять смекалку и активно использовать импровизированные концертные площадки. Одна из них на крыльце кафе у дедушки АУ стала уже постоянной. Темнеет сейчас быстро, и организаторы к этому подготовились. Запаслись, оборудовали палатки и сцену более-менее так, чтобы можно было спокойно проводить мероприятия. Но нам вроде бы уличное освещение должно тоже помочь немножко в этом деле. Помимо традиционных концертных номеров, были подготовлены игры для детей и взрослых. А преподаватель по классу ударных провел мастер-класс. Обна! Хорошо, спасибо! Спасибо! В подготовке праздника приняли участие и другие общественные организации поселка. Например, клуб «Золотая осень», который объединяет пенсионеров. Устроили выставку запасов на зиму, экспонаты которой можно было продегустировать. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова